Всем привет, с Вами Юлия и моя Формула рукоделия. И сегодня мы сделаем вот такие серьги, которые будут комплектом к нашему браслету, изготовленному в прошлом мастер классе. Ссылочку на мастер класс Вы найдете в конце видео. И для работы нам понадобится бисер того же цвета, что и для браслета, это бисер прециоза 18549, бусины 3х4, также нам понадобятся швензы, швензы мне пришли вот в таком вархатном мешочке, мелочь, а приятно, на них стоит проба 925, они конечно же такие тоненькие, мягкие, и я не химлаборатория, но по крайней мере с магнитом они не взаимодействуют, то есть швензы эти не магнитятся, будем надеяться, что они кипоаллергенные все таки. Итак, приступим к работе. Отматываем леску 2-2,5 метра, мононить мы делим пополам стопорной бисеринкой и будем плести в две стороны, чтобы не было обрезаний нитки. вставляем один из кончиков в иголочку и приступаем к работе. Для начала набираем 45 бисеринок и спускаем их вниз к стопорной бисеринке. Теперь отсчитываем сверху 8 бисеринок и проходим иголкой. У нас получается вот такая петелечка. Дальше мы набираем 5 бисеринок, отсчитываем на работе также 5 бисеринок и в шестую проходим иголочкой, ту из которой выходит мононить мы не считаем. Получается вот такая петелька. И такие петельки нам надо сделать до конца работы. И вот в первом ряду у нас должно получиться 7 вот таких петелечек. Теперь, там где стопорная бисеринка, это у нас будет верх нашей сережки, теперь мы снова набираем 5 штук, отсчитываем раз, два, три, четыре, в четвертую заходим вот сюда. Дальше снова 5 бисеринок и мы должны зайти в среднюю бисеринку арочки предыдущего ряда, то есть раз, два, в третью. Вот она средняя. Вот таким образом мы проплетаем до конца второго ряда, вот здесь заходим также раз, два, в третью, здесь остаются вот эти две бисеринки и теперь нам надо сделать убавление, мы, минуя ту, из которой выходит ниточка, заходим в следующее и проходим три бисеринки, то есть мы выходим вот сюда, в серединку нашей арки, вот так вот. И теперь также по 5 бисеринок в серединку каждой арочки. Итак, дошли до конца ряда, здесь точно так же мы сейчас будем делать убавление, вот две бисеринки у нас остаются, в третью мы заходим. И теперь разворачиваемся, минуя ту бисеринку, в которую мы сейчас заходили, проходим три бисеринки вниз. Ниточка у нас выходит по серединке следующей арки. И так делаем до конца. Итак, у нас основа в одну сторону готова, в последней бриточке у нас должно получиться три арочки. Все, мы здесь снимаем ступорную бисеринку отсюда и переставляем ее на другую ниточку. Вот так вот, в иголке также меняем ниточки. Итак, мы снова набрали пять бисеринок, вот у нас выходит ниточка, работа наша повернута, отсчитываем четыре бисеринки, вернее в три, в четвертую заходим. Вот так вот у нас получается. И дальше все по той же схеме, набираем пять бисериночек и заходим в среднюю бисеринку арочки предыдущего ряда. На конце ряда не забываем сделать убавление, плетем самостоятельно. Вот такая основа для сережки у вас должна получиться. Здесь равномерно должны пройти убавления с двух сторон, внизу кончик должен быть поострее, вверху такой потупее, тут две арочки наверху, а здесь одна. Теперь, что нам нужно сделать, можно пройти вот эту последнюю бисеринку еще раз, чтобы это все было покрепче и делаем такой же набор, как и на браслете. Бисеринка, бусинка, бисеринка и проходим, будем теперь вышивать сережку, вот смотрите, наша арочка и вот соединительная бисеринка, проходим в нее, все, бусинка наша встала. Делаем следующий набор, проходим в следующую соединительную бисеринку, нам надо, чтобы в каждой арочке у нас появилась по бусинке, следующий набор и соединительная бисеринка. Все, следующая бусинка встала, теперь смотрите, вот у нас выходит ниточка, а нам нужно зайти в следующую бусинку и дойти до следующей бисеринки соединительной, вот отсюда вывести иголочку. Вот у нас выходит нитка из соединительной бусинки, проходим в следующую, все таким образом расшиваем всю сережку с двух сторон и встретиться мы должны вот здесь вот, там где у нас две парочки. Итак, смотрите, мы расшили одну сторону нашей сережки и дошли вот до этой петельки, здесь мы заходим в одну из двух, вот так вот, все, мы закончили. И у нас получается, что если мы пойдем с этой стороны сейчас расшивать, то вот этот средний ряд, он останется у нас как бы лишним, поэтому пока у нас не расшита вот эта сторона, мы проходим вот этот средний рядок и по бисеринкам ниточку выводим обратно сюда, вот к этому месту, вот мы дошли до конца вот этого среднего ряда и вот эти две бисеринки у нас, мы заходим из серединки в них, в одну из них вернее, вот так. И теперь мы просто иголочкой пройдем вперед, вернем нашу ниточку в нужное нам место, ниточки у нас выходят вот здесь, видно, внизу. Мы их выведем сейчас вот в эти бисеринки, которые были у нас в последнем наборе, вот видите, одна и вторая, мы сейчас обе ниточки выведем из этих бисеринок, вот так, да, вот видите. Теперь я беру вот такую иголку, которая раздваивается и вставляю обе нитки в эту иголку. Теперь на иголочку набираем бисеринку, бусинку и бисеринку и протягиваем их вниз, вот у нас получилось вот так. Теперь берем швензу, проходим в ушко, можно пройти пару раз и сделать узелок, так, все подтянули и возвращаемся через вот эти бисеринку, бусинку и бисеринку, снова сюда. Вот у нас выходит ниточка, видите, и теперь мы снова пройдем вот эти две бисеринки и опять зайдем в наш набор бисеринка, бусинка, бисеринка, снова пройдем сквозь швензу, сделаем это пару раз и опять спускаемся вниз и теперь спрячем наши ниточки в бисеринках, так вот проходим, между бисеринками зацепляем там ниточки, делаем узелок, мы отрезаем ниточки, берем зажигалку и хвостики подпаливаем, чтобы они у нас не распустились. Вот и все, вот такая брутальная сережка у нас с вами готова. Я надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и вы оцените его своими лайками, очень хотелось бы услышать отзывы об этой работе, оставляйте их в комментариях. А для того, чтобы не пропустить новые видео с мастер-классами, оформляйте подписку. Всего хорошего, с вами была Юлия и моя Формула Рукоделия. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok